Более 10 тысяч подростков в России живут с диабетом первого типа. И если за здоровье малышей несут ответственность родители, то в 12 лет ребенок чаще сам контролирует свою болезнь. И как футбольный защитник стоит на страже своих ворот, так и подросток вынужден каждый день и строго по часам контролировать уровень глюкозы в крови и делать инъекции инсулина. Цена победы – жизнь. Для Максима Кулика стадион «Второй дом». Он приходит сюда четырежды в неделю уже 7 лет подряд. Парень намерен посвятить спорту всю свою жизнь. Я сам с 5 лет хотел пойти в футбол. Сам захотел, сам загорелся желанием. Мне очень понравилось, и я не хотел не переходить ни в какой другой спорт. Потому что футбол – это очень интересная и увлекательная игра. Но теперь это игра с оглядкой на врачей. Год назад Максиму поставили диагноз – сахарный диабет. На одной из тренировок юный футболист внезапно почувствовал себя плохо. Ушли с тренировки, решили, думаю, ну не знаю почему, я говорю, что давайте померяем сахар. У меня тоже муж много спрашивал, говорит, почему, что ты так решила. Я говорю, я не знаю почему, это просто какая-то, ну вот, и все. Мы померяли сахар. Сахар был 31. Я же прекрасно понимала, да, что если сахар 31, то есть это не норма. Я уже прекрасно понимала, что, ну, мы думали, что как-то оно, ну, как бы промоют, там что-то прокапают, и как бы все нормализуется. Потому что, естественно, ни один человек не хочет в это верить. Врачи сказали, что мы вовремя помоли, то есть как бы не было какие-то ацидозы, то есть не пошли ни какие-то, ни ацетон, ни куда. То есть все было, ну, то есть нас прокапали, и сразу как бы поставили инсулин. Что спровоцировало болезнь, врачи не могут сказать до сих пор. Факторов много. Генетика, вирусная инфекция, стресс или физическое перенапряжение. Для воспитанника спортшколы диагноз «диабет» стал подножкой на поле. Но Максим решил, нападающий недуг не повод отправиться на скамью запасных. Если Максим начинает тренировку, скажем так, в нормальном состоянии, с нормальным сахаром, в котором он привык жить, то есть тренировка проходит вообще благополучно. Ни разу не было, чтобы он закончил тренировку досрочно. Если он пришел, скажем так, у него какие-то, скажем так, небольшие проблемки, то ли повышен, то ли понижен сахар, тогда он может ее, скажем так, либо вообще не начать, либо закончить немножко раньше, потому что не успевает стабилизироваться это все. Больным сахарным диабетом противопоказаны занятия спортом. Наоборот. Регулярная физическая активность необходима диабетикам для улучшения самочувствия. Однако врачи рекомендуют исключить экстремальные виды спорта – прыжки с парашютом, подъем в горы или погружение на глубину. Такая нагрузка на организм может спровоцировать резкое снижение уровня глюкозы в крови. На высоте или под водой привести сахар в норму вам будет сложно. Главный арбитр самочувствия Максима – папа. Специальное приложение в телефоне позволяет ему контролировать состояние сына в режиме нон-стоп. Правда, на небольшом расстоянии, иначе сигнал теряется. Поэтому болеть за сына и следить за происходящим на футбольном поле приходится на всех играх – дома и на выезде. В период взросления и гормональной перестройки чувствительность к инсулину значительно снижается, что приводит к резким скачкам глюкозы в крови с 4 до 8 часов утра. Так называемый синдром утренней зари. Причина – гормон роста. У подростков с сахарным диабетом он вырабатывается в большем количестве, чем у сверстников. В здоровом организме это повышение компенсируется дополнительной выработкой собственного инсулина, а у больного диабетом приводит к резкому росту глюкозы в крови. Поднимается непредсказуемо. То есть это же подросток, и непонятно. То есть в один момент смотрим, слава богу, что вот есть прибор, который нам именно подсказывает, и мы начинаем реагировать. Бывает, что ставишь на высоких сахарах инсулина, а он наоборот. Все выше и выше и выше получается, то есть как бы инсулин не действует. Еще не взрослый, но уже не ребенок. Подростковый возраст называют самым сложным для диабетика первого типа. Максиму справиться с болезнью помогают родители, поддерживают друзья. Да и сам мальчик научился о себе заботиться. Однако есть и другие истории, когда в стремлении ни в чем не отличаться от сверстников, дети намеренно пропускают контроль уровня сахара в крови, забывают ставить инъекции инсулина, не соблюдают диету. Любое несоблюдение вот этих рекомендаций, пропусков инъекций, приводит к подъему уровня сахара, течению диабета на фоне декомпенсации, ну и, соответственно, развития сосудистых осложнений, которые уже будут необратимыми. Поэтому очень важно именно в любом возрасте поддерживать свой целевой уровень сахара, а это от 5 до 8 ммл на фоне инсулинотерапии. И если у нас диабет течет на фоне компенсации, тогда будет все хорошо. Поэтому даже если вы уверены, что ваш ребенок может сам измерить уровень глюкозы и сделать инъекцию инсулина, не оставляйте его с болезнью один на один. Контроль должен стать частью повседневной жизни диабетика. Чтобы принять это, подростку нужно время. Здесь важно, чтобы это сопротивление не усиливалось. А для этого можно сформировать два варианта решения. Значит, первое – это сформировать круг общения определенный, при котором будут сформироваться позитивные варианты. Может быть, это люди тоже больные диабетом, может быть, это люди увлекающиеся, которые привлекут его к какому-то хобби, может быть, спорту. Второй момент – это лучше подобрать группу более младших. Тогда у подростка формируются опекающие функции, и ему собственные проблемы пережить гораздо легче. С появлением диабета у Максима родители пересмотрели и свой рацион. Ведь если на кухне только здоровая пища, меньше шансов, что сын сорвется и съест что-то запрещенное. Перед тренировкой полноценный обед. Гречка, котлеты на пару и овощной салат. Хотя ароматную выпечку в этом доме тоже жалуют. Но это скорее исключение из правил. Много тортов пекла, разных. Я просто поняла, что именно этот торт, его можно адаптировать, потому что черемуха – это идет уже не просто пшеничная мука, а там фракции более крупные. То есть это получается сложнее углевод. Естественно, это черемуха. И сметану, то есть мы как бы взбиваемся легче всего. То есть там не считается практически на сметану, там углеводов совсем мало. И добавляем сахар, который натуральный мы покупаем для диабетиков. То есть мы туда его добавляем, очень хорошо взбивается. То есть торт вообще для него это уже теперь вообще, наверное, любимый стал. Итак, черемуховый торт по рецепту Натальи. Нам понадобится 1 стакан молотой сушеной черемухи, 1 стакан молока, 1 яйцо, 1 стакан цельнозерновой муки, натуральный подсластитель, инулин или стевия, ванилин, гашеная сода или разрыхлитель по инструкции. Для крема 1 стакан сметаны и тот же подсластитель. Молоко нагреть почти до кипения. Залить им черемуху в глубокой чашке и оставить запариваться на 30-40 минут. В отдельной посуде взбить яйцо с солью, ванилином и подсластителем. Добавить запаренную черемуху. В просеянную муку добавить гашеную соду или разрыхлитель и смешать с остальной массой. Тесто должно получиться, как густая сметана. Выпекать торт 25-30 минут при температуре 170-180 градусов. В сметану добавляем подсластитель и немного взбиваем. Крем готов. Готовый корж разрезать на 2 или 3 и щедро промазать каждый слой крема. Чтобы торт как следует пропитался, оставьте его на столе на час, а на ночь отправьте в холодильник. В 100 граммах лакомства, 162 калории и чуть больше 17 граммов углеводов. Стевия не вызывает подъема инсулина. Она вообще не всасывается. Она только на рецепторы влияет. Она раздражает наши рецепторы языка. То есть мы чувствуем сладкое. Вроде бы нам от этого классно становится, здорово. Настроение повышается. А вредного влияния от нее нет. Стевию не все любят. Она специфическим обладает вкусом. Ну, может быть, для диабетиков изредка себя побаловать ее стоит. В меню подростка с диабетом фиерового типа обязательно должны быть кисломолочные продукты. Кефир, йогурт, ряженка, а также низкокалорийный творог и сыр. Источником энергии для растущего организма станут каши. Гречневая, перловая, овсяная, например. Хлеб лучше использовать из муки грубого помола и в небольшом количестве. А фруктовые соки замените на ягодные компоты без сахара или отвар шиповника. Это ягоды с низким гликемическим индексом. Малина, клубника, ежевика. Высокий гликемический индекс у цитрусовых, у яблок, у бананов. Поэтому эти продукты тоже надо в ограниченном количестве. Но соблюдая диету, не следует ей соблюдать ее избыточно. То есть совсем ограничивать углеводы. Тогда мы впадем в полярное состояние. То есть всегда будет угроза гипогликемии. Поэтому везде надо соблюдать принцип разумности. Уступать болезни семья Кулик не намерена. В копилке наград их 12-летнего сына уже почти три десятка медалей. И столько же грамот, полученных на соревнованиях разного уровня. А впереди первенство России. Он не оставил свою мечту, надежду, я так думаю, попасть в команды какие-то. То есть в Краснодар он хотел. Но насколько я слышала, я считала, что есть даже команды диабетиков, футболистов. То есть как-то или сборная, что-то такое. Мы стали ему искать все статьи, которые можно было. Потому что даже у Пеле был диабет. Тяжелый диагноз стал своего рода закалкой для мальчика. Желание побеждать теперь еще сильнее. И не только на спортивных аренах, но и в битве с сахарным противником. Я заболел диабетом. И как бы у меня загорелась большая цель добиться в футболе чего-то. Ведь диабетику тяжелее добиться этого, чем обычному человеку. Редактор субтитров А.Семкин